В рождественские дни Дивеевская обитель преображается. Вокруг сверкают праздничные огоньки, установлены световые фигуры, украшены ёлки. Повсюду можно увидеть сцены из Евангелия. Насладиться этой красотой приезжают тысячи паломников с разных уголков нашей страны. Во-первых, это такой замечательный праздник. Душевный, семейный, тёплый, радостный. Сегодня такой прекрасный день, День Сочельника. Сюда просто, наверное, каждый человек должен приехать в такую красоту, посетить это святое место. Здесь очень красиво, здесь вообще очень такое место, где очень много было и святых и жило, и вообще святых немного. И храм очень красивый, а к Рождеству всегда украшают уже не здорово. Нигде так больше я ещё не видел пока. Эмоции на всю оставшуюся жизнь, ну это вот здесь восхитительно, я не знаю, бесподобно. Просто великолепно. Такое не забывается. Я здесь впервые, но такого я ещё не видел. В Рождество мы приезжаем второй год подряд, потому что наша младшая дочка рождена в Рождество, 7 января, и мы отмечаем её день рождения здесь. И поэтому для неё это уже настолько святое место, и она уже подставляет его со своим днём рождения, с Рождеством. И поэтому у нас только Дивеева, только Дивеева. Красиво очень, тут много гирлянд, много ёлок красивых очень. Ну, давно хотели встретить Рождество Дивеева, и как бы так всё сложилось удачно, что и поездку предложили, паломническую, прям буквально перед Новым годом решили. Всё, слава Богу, случилось, и мы на Рождество Дивеева. Ехал сюда с 2015-го, доехал вот этим летом. Ну, сюда приехал трудненько, и батюшка Серафима оставил здесь. Для всех, кто в Сочельник приехал в Дивеево, Рождество – главный праздник, пронизанный добротой и светом, который приносит благодать. Очень такой торжественный праздник, ну, я не знаю, он очень значимый, но как-то в душе. И вот описать словами, честно говоря, я, наверное, не смогу. Рождение что-то нового, рождение Иисуса Христа, начало новой жизни, как бы радость, красота. Всю жизнь мы справляли Рождество, ещё в детстве всегда наши бабушки молились. И мы всегда с радостью встречали этот праздник. И, насколько я помню, я вот вышла замуж, у них вообще Рождество считалось великим праздником. Верующие считают, что в рождественскую ночь открывается небо, и небесные силы исполняют все добрые пожелания, которые задумывают христиане. А впереди у православных ещё один значимый праздник – Крещение Господне. Екатерина Пёнова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.